МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Татьяна и канал мой называется Татьяна Беликова. В этом видео хочу показать свои последние, вот буквально последние работы, которые я связала. Татьяна Беликова. Вязала девочки и на руках, и на машине. Связала для своего зятя две манишки, вот такие. Это связано, вот эта манишка связана из кавказской пряжи двоечки. Вот такая вот пряжа. Пряжа замечательная, девочки, очень мягкая и очень-очень тёплая. Вязала я здесь на машине ЛК-150 ложную резинку, затем делала кетлёвку. Вот, ложная резинка вяжется очень легко. В Ютубе много видео, но я, наверное, тоже сниму, чтобы у меня было на канале, как её вяжут. Небольшое видео. Резиночка потом вяжется. Кетлёвочка. Я применяла все те способы, которыми я вяжу руками. Только что их переносила на машину. Вот то же самое. Делала расчёт, петли делила на три части. Одна часть у меня спинка, другая полочка, и третья часть делилась пополам. Это как бы вот рукава. В машинном вязании единственное, они учитывались в вот эти вот регланные линии. Если в ручном вязании мы их засчитываем и отнимаем от общего количества, то здесь нет, мы их не учитываем. И вязала также сверху, вот как бы вот от кетлёвки. Вязала я вперёд спинку, потом один рукавчик. Вот как вам объяснить. Вот так вывязывалась спинка, вперёд рукав. Потом спинка. И вот этот рукавчик, он сразу же привязывался к спинке, один краешек. Спинку связала, пошёл второй рукав. То же самое. Он привязывался вот здесь, к нашей спинке. И потом вывязывался перед. Перед, если самое последнее, значит, вяжем перед. Или лучше всего последним вязать, конечно, спинку. Здесь вяжется вот эта вот часть. И вот эти две части сразу навешиваются на иголочки. То есть, привязываются. Здесь реглан я вывязывала. Делала накид. И делала дырочки. Видите, получились. И вот эта вся привязка шла у меня на машине. Вот. Ну, сколько здесь по весу. Она лёгкая, девочки. Сейчас я взвешу, вам скажу. 105 грамм. Вот на эту манишку ушло 105 грамм. Она очень лёгкая, не колючая, тёплая. Сегодня пришёл забирать кости. Я говорю, ой, я не сняла видео. Давай я сниму. И уже все эти вещи отдам. Манишка понравилась. Это ему на работу я связала, девочки. Вторая манишка. Вот она. Тоже для зятя. Но связана она из рассказовского козьего пуха в две нити. Эта манишка очень-очень тёплая. Просто теплючая. Это в сильный-сильный мороз одевать надо. Вот так она выглядит спереди. И спинка, я вот провязала её побольше, подлиннее, в смысле. Здесь, девчата, кетлёвку не стала делать. Потому что, ну, как бы в две нити, да, теплючая. И вот здесь будет толстовато. Если та пряжа, она помягшей, вернее, потоньше в одну нить, то здесь две нитки, думаю, не нужна. Здесь кетлёвка. Но если вязать свитер, то, конечно, желательно делать кетлёвку, потому что кетлёвка придаёт вашему изделию завершённый вид вот здесь. И смотрится красивее, когда вяжешь изделие и переходишь к вороту. Когда провязана кетлёвочка, я вас уверяю, это совсем другой вид. Вот совершенно другой вид. Ну, здесь тоже по этому же принципу плотность вязания нужна. Обхват головы мерка. Вот умножаю на плотность вязания. Я отнимала 10% от обхвата головы, чтобы вот шея здесь была более плотненько. Ну, по обхвату шеи она и получается, девчата. Вот. И вязала здесь регланные линии, вот вывязывала, видите, рукавчик. Потом то же самое сбрасывала на рабочую, набросовую, вернее, нить. И потом отдельными вот этими частями, вот рукав, одевала на машину, на спицы, на иголки. Провязывала одну часть рукава, потом брала, бросила опять ниточку вот эту переда, навешивала на иголочки, начинала вывязывать. И вот эту часть уже сразу же привязываешь к переду. Ну, вот эту манишку я сшивала руками, девочки. Вот. Если ту на машине, то эту руками я вязала. Я вязала все части, то есть отдельно. Рукава, полочку и спинку. Здесь вот закругляла, видите, по спинке. Закругление делала по переду. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Вот так вот идет шовчик. Шовчик вязала матрасным швом, иголкой я закрывала. Ну, вот так вот выглядит она на изнанке. Я вам то не показала манишку на изнаночной стороне, но сейчас покажу. А здесь изнанка вот так выглядит. Вот, видите, все аккуратно, все очень достойно. Зять остался манишками очень-очень довольный. Теперь давайте, девчата, взвесим вот с козьего пуха манишку. Сколько она будет. Я вперед ее связала и очень широкие сделала плечи. Очень большую. Потом, подумав, решила подраспустить, пока я не делала ВТО. Потому что, когда он будет ее носить, да, на работу же, вот эта часть, она будет под курткой. И если делать ее длинную, то она вот здесь будет, ну, собираться, как бы, будет мешать, мешать при ходьбе. 126 грамм, мои хорошие, вот ушло на вот эту манишку. А когда я уже, вот он приходил, да, я ему замерила его плечо. Плечо у него было, по-моему, 10 или 12, 12 сантиметров, да. Вот 12 сантиметров. Ну, и здесь я сделала обвязочку крючочком. Девочки, стирала в машинке. Хоть ту с кавказской, хоть вот эту с козьего пуха. Но стирка не более, чем на 30 градусов. Тогда ничего с вашим полотном, изделием не случится. Конечно, дает пух. Если попадет под снег, то она, естественно, будет больше распушаться. Вот. Для меня вот эти вещи не колкие. А у Кости, он говорит, немножечко есть покалывание. Следующее изделие, девочки, я связала два набора для моей любимой внученьки. Это, опять же, манишка из кавказской пряжи. И вот такая вот шапочка. Шапочка выглядит вот так. Это тоже все связано на ЛК-150. Сейчас я сниму все это и вам покажу поближе. И расскажу, что тут и как вязалось. Но смотрится она вот так, таким вот образом. Шапулька вообще мне понравилась. Видите, вот я делала закрытие. Вот-вот-вот. На машине ЛК-150. Вот такая вот макушечка. И вот единственный в шапочке шов проходит. И здесь тоже самое сделана ложная резинка. Один на один. Ну, можно вязать и обычную резинку, но там надо распускать петли и потом их поднимать. Это муторно для меня, честно скажу. Проще тогда руками связывать резинку и продолжать дальше вязать уже на машине саму шапку. А для меня вот этот вариант подошел и я им вязала. Сейчас я сниму с манекена и вам покажу поближе. Ну вот, мои хорошие. Манишку тоже вязала ложная резинка. Вот здесь, девочки, выполняла я кетлевку. Видите, как смотрится с кетлевкой? Ну, совершенно, совершенно по-другому. Кетлевка все равно однозначно придает изделию красоту. Я вам сейчас покажу вторую манишку. Вот вторая манишка. Тоже для внучки. Вот здесь кетлевки нет. Она тоже смотрится неплохо, красиво. Но вот как для меня, вот как вот на мой вкус. Вкусы, конечно, не спорим о вкусах. Они у всех разные. Но на мой вкус вот кетлевочка, она просто украшает. Вот как украшение идет на изделие. И придает все равно завершенный вид самому вот и полотну, изделию. Если это, допустим, было бы платье, или свитер, или кофточка, без разницы, то нужно вывязывать кетлевку. На манишке дело, конечно, любого. И каждый решает сам, вязать кетлевку или нет. Но вот здесь я экспериментировала. Ту вязала без кетлевочки, эту кетлевочку. Здесь у меня горловина двойная. И видите, какой ворот высокий. Я связала высокий. Сейчас скажу, сколько получается у меня. 20 сантиметров в высоту. То есть он будет загибаться вот так пополам. Это на 10 сантиметров. Высота горлышка моей внучки. И здесь получается, здесь в две нитки, да, и здесь в две нитки. Получается в четыре как бы нитки. Это тоже кавказская двоечка, девочки. Оставались у меня клубочки, моточки. У меня ее много. Я обожаю эту пряжу. Пряжа достойная. Она ноская. Она бывает, бывает, что на ней появляются катышки. Но катышки в проблемных местах. Под мышками, где рукавчики трутся. Вот в этих местах могут образоваться катышки. Но они очень легко снимаются. И после нескольких стирок вы больше не увидите эти катышки. Их просто, она вот этот пушок вот сразу как подскатает, да. Потом мне нет, куда будет браться этому пушку. И у вас будет полотно очень хорошее. У меня много вещей из кавказской пряжи, которым уже много лет. И они выглядят очень-очень достойно. Я в них выхожу смело в город. И никто не указал мне, что же пора уже там как бы обновить гардеробчик. Никто, девчата. Еще люди останавливают и спрашивают. Вы сами вязали? Вы сами вязали? Это очень-очень приятно. Здесь также вывязывалась по той же схеме манишка. Вязался рукавчик, потом спинка, потом второй рукавчик. И потом перед. И все-все связывалось. Видите, здесь нету швов. Все связывалось на машинке. Ну и напереди я вставила вот небольшие полоски, чтобы ребенок отличал, где перед, где спинка. Вот у Кости же тоже я первую связала серенькую, однотонную. Он говорит, а где здесь перед, где спинка. Вот в этой я ему уже добавила полосочку, чтобы, ну, когда человек особенно торопится, чтобы он видел, где перед, где перед, а где спинка, одеваться. Вот к этой манишечке я связала девочке шапульку. Шапулька, она в одну нить вязана. Ну, двоечка, двоечка, нитка. Тоже связала, видите, ложную резинку. В этой шапочке один всего шов, матрасный шов. Но к этой шапочке я буду делать тоже подклад. Вот синенькую, там у меня вывязан был подклад. Я его только пришью. И сюда тоже буду вязать подклад. Или посмотрю среди старых своих шапочек. И просто вошью сюда подклад. Я набирала резинку, вывязывала, потом ее соединяла вот на машине. Вязала полотно на обхват головы 50-56, ну, 10% отнимала. Резинка у меня, значит, 6 сантиметров. То бишь, я провязывала 12 сантиметров. 6 сантиметров провязала, потом один ряд на большей плотности. И снова 6 сантиметров на той же плотности, что и первые вязала. Потом я провязала вот здесь 8 сантиметров лицевая гладь. И начала делать убавки. Девочки, убавки при помощи декеров. Я вот делала, вот, видите, вот у меня первая убавка. По-моему, каждую четвертую я убавила. Потом я провязала, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рядочков. Делала каждую третью убавку. Ну, тоже декерами к нулю совмещала. Ну, одну иголку бросала на другую, но... А, и выводила в нерабочее положение иголку. Провязывала. А уже вот когда вот здесь, вот здесь часто, видите, убавочка пошла. Здесь тоже, здесь четвертую, третью, потом каждую вторую. Потом я провязала раз, два, три, четыре, пять, шесть рядков. И начала буквально опять каждую вторую ряд провязала, еще каждую вторую. Пока не довела до 11, до 12 петелек. 12 петелек я закрыла уже иголочкой и стянула, стянула и связала вот здесь матрасный шовчик. Все. Девочки, вяжется очень легко, очень просто, но и быстро. Просто нужно сесть и набить руку. Первая шапка, да, она как бы идет экспериментально у любой вязальщицы. Поэтому где-то вяжем, где-то распускаем, где-то у нас получается, где-то не получается. Но при этом вы уже вторую шапку будете, первую вы вслепую вяжете. Но вторая шапка у вас уже будет из-под рук вылетать. Я вот сейчас вместе завешу, сколько пряжи ушло на шапочку и на манишку. На все вместе ушло 135 грамм. Вот шапочка и манишка. Но к этой шапочке, потом Кристину сфотую и вам покажу фотографию. В инстаграм выставлю и в одноклассники. Здесь будет еще подклад у шапочки. Следующая, следующая вот такая вот манишечка. Это у меня оставался тоже, я вязала с этого вот, с этой пряжи вери свитер. Вот, был любимый, кстати, свитерок. Она его в школе усиленно носила. Один был такой цвет. Он не красный, но очень-очень такой красивенный. И вот такой я и вязала. Она их просто не снимала с себя. Носила с большим-большим удовольствием. И вот у меня оставалась пряжа. Думаю, ну, а куда я эту пряжу применю? Моток применила. У меня связалась такая манишка и связалась, опять же, на ЛК-150 вот такая вот шапочка. Эта шапочка вязалась уже по-другому. Эту шапочку я вязала макушка четырех клинка. Видите? Вот. У шапочки вывязывались четыре клинышка. Вот один, вот он, второй клинышек, третий и четвертый. Здесь, как сама шапка вязалась, я связала то же самое. Ну, вот так она смотрится. Давайте я вам покажу. Я думаю, она достойно смотрится и на голове. Вот здесь тоже один единственный шов. Ну, тоже матрасным швом я сшила. Вот. И здесь я сшивала вручную, тоже матрасным швом, вот эти все мои уголочки. Вот все уголочки. Хотя, по принципу манишки можно было вывязывать один, но это надо было все тогда полностью шапку сбрасывать, набросывая нить и клинышки вязать. И вот потом соединять эти клинышки. Ну, таким способом, я думаю, я еще повяжу шапки, чтобы не сшивать вручную, а сразу их накидывать на петельку при вывязывании вот этого уголочка. Вот от этой, от этого уголка сразу накидывается одна петелька на крайнюю петлю и вместе они провязываются. Тогда не надо будет сшивать вот этот шовчик. Так, шапочка, а я ее связала, девочки. Сделала, значит, ложную резинку. Сейчас я вам ее сниму. Вот, связала. Начала вязать прямое полотно. Затем вывязала, вот не снимая с машины, я вывязала каждый вот этот уголок шапки, да, и взяла, поторопилась и взяла их сшила между собой. То есть я прошила, и когда я сняла с машины, надо было оставить их не сшитыми. И тогда одеть вот это, все мои петли назад на иголку и связать сразу же под клад. Ну вот я поторопилась, я уже как бы заболевала и, ну почему, скорее всего просто поторопилась, да и все. Я сшила, когда вот эти клинышки, шапка у меня стянулась и у меня уже не получалось растянуть вот эти мои петли на игольницу. Я могла просто погнуть все иглы. Представляете, какой получился здесь натяг, когда вот здесь, ну и уже расшивать все я не стала. Вот так макушка закрыта, сшита, все очень-очень достойно, аккуратно. Думаю, ну что, ну ладно, что теперь. Я взяла, здесь у меня была бросовая жнить, все как задумала, все было правильно сделано, понимаете что. Ну я взяла, подшила, думаю, да ничего, из любой ситуации есть выход, из любой абсолютно. Я вязала как-то шапочку, это Лана Котон, по-моему, или Котон. Вот такую вот шапульку, ну думаю, эта шапочка тоже как-то была у меня пробная, что-то я образец вязала. И я про нее вспомнила, она новенькая лежит, думаю, а почему бы и нет. Я ее, девочки, вот так вставляю, и она прям вот по этой моей вот шапульке. Просто взять, вот здесь подшить, и будет очень теплая, добротная шапочка для Кристины на зиму, вместе с манишкой. Вот, манишка вообще смотрится очень красиво, вот так на изнаночной стороне. Это уже, вот я руку немножко набила, и уже вязала очень легко на машинке. Видите, какие красивые уже здесь линии реглана. Нету уже никаких ниток, ничего нету. Вот, все вывязано очень хорошо. Здесь высота поменьше. Сейчас я вам скажу, сколько высота горловины. 18. 18. Там 20 было, а здесь 18. Ну, тоже получается, тут двойная. И когда мы вот перегибаем горловинку, она получается в 4 нити. Ну, тепло будет, очень тепло. Сейчас будем взвешивать. Но я вот без вот этого подклада взвешу. Вот сколько у меня ушло на этот комплектик пряжи. Сейчас скажу, девчата, весы включились. 132 грамма. Вообще просто вот замечательно. Сегодня тоже зять хотел забрать. А я говорю, ой, подожди, подожди, сделаю уж обзор. И тогда завтра зайдешь и все, все заберешь. Вот сюда можно какую-то аппликацию сделать. Можно, можно. Вот сейчас просят они какие-то там пятна накидать на шапку. Можно вот с белой пряжи сделать такие, как облачка и попришивать. Вот здесь у меня беленькая есть полоска. Тем более у меня белая пряжа есть. Вот видите, приходят идеи прям по ходу мысли. Можно небольшие вот такие, как заплаточки, кинуть по шапочке. Ну, если я сделаю, то я вам обязательно, мои хорошие, это покажу. Если не в видео, значит покажу в моих соцсетях. Ну, и у меня еще было связано 4 законченных работы. Это две, простите, девчата, я еще болею, два, две косынки русским языком, два как бы бактуса, один шарф и один палантин. Сейчас будем с вами вот это все рассматривать и более подробно я вам о них расскажу. Ну, что, девочки, продолжим дальше наше видео. Вот это изделие перед вами лежит. Это бактус, цвет бирюза. Вот такая вот пряжа. Пряжа тоже рассказовская. Это у меня меринос, даже подписанный меринос 95% и овечья шерсть 5%. Вот такая была таблеточка набитая, видите, и в ней даже присутствовал мусор. Вот сколько я заказывала расказовскую пряжу, всего в одном завозе мне попалась мусорная пряжа. Вот это и еще один какой-то моток. А в основном шла все время чистая. Но это мусор какой? Это девчата опилочки, травяные опилочки. Когда вяжешь, их легко, вот они, их легко снимать. А я вязала на машине, и они прям, знаете, отлетали. Потом на полу их прям вот так собираешь. Вот такая тоненькая-тоненькая ниточка. Вязала в одну нить на машине. Я потом на себя прикину и вам покажу. Смотрите, такая красота. Здесь сделала узелочки. Начинала я с трех петель. Три петли, потом делала прибавки. Вот этот уголок начинала, тем закрывала. Вот. Вот, три петли и делала прибавки. Эта сторона вязалась без прибавок. Здесь делались переплетения. А вот здесь, в каждом втором, раз, два, и делалась прибавка. Раз, два, провязывала каретку. Делала вот здесь, вот, по этому краешку, прибавку. Вязала, вязала. Сколько вам нужно, столько мы вяжем. Связала. Вот такая высота у меня получилась. По высоте 60... Вот она, вот и вот. 60 сантиметров. Вот здесь все шли прибавочки. Вот так выглядит краешек. Вот видите? С изнаночной стороны. Вот так он выглядит на лицевой стороне. А здесь уже идут у нас с вами убавки-убавки. А здесь вот эта главная, как бы, сторона, она идет вот переплетение. Я переплетала здесь, по-моему, две петли на две. Да, две на две. И сейчас скажу, через сколько рядков. Два декера двойных. Вот я их переплетала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Через десять рядов, девочки. Можно было переплетать двухушковый и трехушковый взять. Пять петелек. Тогда край более был бы вот прям такой, более стойкий. А здесь небольшие вот переплетения. Вот они идут. Чтобы краешек не загибался. Тоже постирала и отпарила. Высота шестьдесят сантиметров. А размах вот крыльев, девочки, два метра четырнадцать сантиметров. Ну и здесь вот такие вот узелочки делать можно. Это уже, знаете, каждый вот решает сам. Можно один узелок, можно два. Можно без узелков. Кто что хочет. А бывает вешают эту, кисти тоже. Почему бы и нет. Может такое быть, да. Очень-очень легкий. Очень легкий. Нитка натуральная. Она пушится. Вот видите, немножечко пушок. Вот под снегом он, конечно, будет распушаться. Для меня не колки, девочки. Для кого-то колки здесь нужно смотреть, какое у вас ощущение. Вес этого платка бактуса сто двадцать восемь грамм. Ну, я покажу, как он смотрится на человеке. Вы увидите. А сейчас давайте смотреть следующий бактус. Тоже, тоже из рассказовской пряжи. Тот цвет обалденный бирюзовый. А это тоже шикарный такой цвет. Нежно-нежно серый. Почему серый? Здесь пух серый. Козий пух в одну ниточку. И плюс здесь, я уже рассказывала, я связала до середины, вот до этой вот части, вот эту часть, я всю-всю связала козий пух в одну нить, девочки. И у меня слетело полотно с этой, с машины. Это я вязала на бразере пятого класса. Вот эту вещь. А та на ЛК. А нет, тоже на бразере, тоже на бразере. Вот. И потом я говорю, ой, козий пух без основы связала. Надо добавить какую-то ниточку. Что я сюда добавила, девочки? Я добавила одну нитку, вот такую. И это у меня десять процентов шерст, девяносто акрил. Цвет жемчуг. Это пинский акрил. Очень классный ниточка. Шикарственная. Смотрите, она тоже вот такая тонюсенькая. У меня получилось как бы изделие вот в две вот, вот в такую толщину ниточки. Вот. Я ее связала, уже постирала. То, что получилось, мне очень нравится. Тоже полотно. Неколкая, мягкая. Очень-очень-очень легкая. Высота по центру 60 тоже сантиметров. Но крылья здесь два метра. И вес здесь 158 грамм. Вот моя середина. Вот так она. Видите? Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот она делается. Вот так вот краешки с изнанки. Вот так краешки с лицевой стороны. Вот. Здесь я не делала, наверное, переплетение, девчата. Сейчас посмотрим. Я уже все не помню, потому что вяжешь, 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 и просто уже в голове идет все смешивается. Да, здесь никаких переплетений нету. Здесь просто нужно один ряд обвязать столбиком без накида, чтобы он не закручивался. Вот. Но я что-то не стала. А вообще надо бы, чтобы вот этот краешек вот так не закручивался. Очень теплая вещь, очень нежная, легкая. И, ну, нитка здесь натуральный козий пух. Вообще классная, девчата. И получился такой, смотрите, не чисто как бы серый, а как бы вот с какими-то вкрапинами, не вкрапинами, я вам скажу. Ну, как будто бы вот меняет цвет он. Очень классная косыночка. Мне очень-очень нравится. Но эти вот изделия, я посмотрю, или они уйдут в подарок, вот эти две косынки, или же я их выставлю на ярмарку мастеров. Следующая тоже готовая работа, девочки, опять же, опять же, из рассказовской пряжи. Вот такая у меня была одна таблеточка. Но пряжа замечательная, под золото. Знаете, я с нее вязала крючочком бактус. По-моему, листики. Но бактус проданный, я не могу его показать, он проданный. А если кто-то хочет увидеть, у меня есть видео в ютубе на канале, навязала, продаю. Прям наберите, навязала, продаю. Татьяна Беликова, вам вылетит. Там я показывала готовые работы, которые уже проданы. И вот с этой ниточки я вязала крючочком в одну нить. Девочки, изделия получаются просто шикарные. Вот просто шикарные. А здесь мне захотелось, думаю, дай я попробую вот в одну ниточку связать шарфик. Ну, что вы думаете, я его связала. Я его связала, вот он шарфик получился. Вот так вот на изнаночной стороне. Вот так вот петельки ложатся. Вы посмотрите, здесь какая получается полотно. А здесь и рыженький, и беленький, и желтенький, и горчичного цвета. Вот такой вот цвет получается. Ну, вот просто вот золотая осень. Я не знаю, но цвет просто бомбический. Бомбический, это точно. Я вот, знаете, на него смотрю. Вот он смотрится вот так. Камера даже не передает. Сейчас солнца нет. Смотрится, ну, как бы обычно. Вот смотанный. Но когда вы из него свяжете... Он назывался, по-моему, золото название на сайте. Когда свяжете, полотно получается неописуемой просто красоты. И вот цвет не передает сейчас камера. Не передает. Он передает такой блеклый цвет. Хотя он на самом деле, он как бы немножечко... Нет, не передает. Немножечко он поярче. Краешки я закончила вот такими вот дырочками. Еще думала, может быть, кисти сделать. А потом решила, что нет. Я не буду делать кисти. Здесь тоже вот краешки дырчатые. Видите, дырочки. А вот эти края, два края, я сделала обработку пико. Крючочком. Вот так изнаночная сторона смотрится. И вот так шарфик смотрится с лицевой стороны. Шарфик, значит, с ангорки. Ангорка. Ширина 40 сантиметров. Длина его 170. И вес, девочки, 147 грамм. Просто воздушный. Вот такой вот драпируется. Вообще, можно носить как палантинчик. Можно носить как шарфик. Вот сейчас в холодную погоду заматывать горлышко. Это само-само то. И будет греть просто, будет греть теплое, легкое, изящное получилось изделие. Ну, и последнее. Последнее, что я связала из готовых работ. У меня палантин, девочки. Палантин я связала. Ещё мастер-класс не делала. Мастер-класс будет обязательно на Яндекс.Дзен. Так, сейчас я вот так его раскрою, чтобы вы увидели всю красоту этого палантинчика. Вот такой вот у него рисунок. Смотрится очень-очень красиво. Я делала его прям широким. Видите, какой он у меня широкий. 65 ширина. Длина его 180 сантиметров. И по весу он у меня вышел 146 грамм. Какая пряжа? Пряжа вот такая, девчата. Это Ализе Сал Симли. На 100 грамм 460 метров. В общем, сюда вот ушло полтора моточка. Полтора моточка. Пряжа шикарная. Мягкая. Вот для тех людей, которые ощущают колкость, вот эта пряжа, вот сама то, она вообще очень мягкая, приятная к телу, не колкая, абсолютно не колкая. Ну, очень-очень красиво смотрит. Ну, белый цвет, он вообще, я скажу, украшает любого человека. Можно носить как палантин. Можно носить как шарф на голову. Можно на плечи. Можно его использовать, когда человек идет в церковь на службу. Там обязательно нужно покрывать голову. В общем, применений этому палантинчику множество можно найти. Вот множество. Легкий, воздушный, очень красивый. Но палантин тоже, девочки, я выставлю на ярмарку мастеров. И у него вот такие вот кончики. Я сушила, немножко его фиксировала. Потом взяла просто прям, прям, прям утюгом, как бы вот так пропарила и немножко даже прогладила. Поэтому пряжа мне понравилась. Работать с ней очень-очень хорошо. Понравилась тоже. Ну, а сейчас, девчата, я вот все изделия свои показала. Носочки я не буду показывать, потому что я там вчера довязала. Носочки его надо сшить. Это уже в других-других будет. Во влогах где-то или в других видео. Покажу вам обязательно. А сейчас, девочки, я поставлю камеру и покажу вам в руках палантины. Шарфик, палантин и два бактуса. Поэтому не убегаем, не убегаем. Сейчас вам все покажу. Ну вот, девочки, я поменяла камеру. Смотрите, вот такой вот по размерам мой палантин. Видите? Вот такая вот ширина. И смотрится он очень-очень. Ну, нежный такой, нежный. Очень красиво. Сейчас немножко наклоню, и вы посмотрите. Вот так вот он сзади. Можно на плечи. Можно носить. Ну, кто ходит в церковь, можно покрыть голову. Можно отстоять службу, допустим. Можно просто вот таким образом носить, одеть поверх, там, платьица или костюма. Применение найти можно. Вот кто любит такие вещи, они знают, как их носить. Вообще, очень нежный, говорю, комфортный, не колкий, абсолютно легкий. И самое главное, что... Ну, он украсит любую женщину. Любую. Вот такой. Но это будет выставлено на ярмарку мастеров. Я обязательно выставлю эту вещь. Следующая вещь, это вот шарфик. Вот такой вот он шарфик, девочки. Его тоже можно носить, как палантинчик можно накинуть на спинку, если где-то там примерз, да? Вот, накинул. Здесь можно какую-то брошечку прицепить. И вот, ходишь уже, он тебя огреет. Если зимний период, то можно вот так носить. Вот. Замотался. Завтра у нас, кстати, передают снег. И дождь, вернее, сильный. С переходящим снегом и гололёд. Вот так вот, девочки. Можно всегда и нос спрятать, укрыть от непогоды. Тоже вещь очень-очень лёгкая. Очень лёгкий. Но он очень тёплый. Натуральная нитка, девчата, она есть всегда. Это не акрил. Это натуральная ниточка. Поэтому, если кто-то что-то обратил внимание, кому-то что-то понравилось, пишите на электронную почту или в Одноклассники, или ВКонтакте, в личные сообщения. Но этот шарфик тоже пойдёт на продажу. Вот. Следующий бактус. Это серенький. Он у меня вот такой. Красота. Тоже лёгкий. Лёгкий носится, как носим. Я бы носила. Но это я. А там, не знаю, я бы здесь сделала обязательно вот эти узелочки. Вот. Ещё один я связала бактус из Реал-40 цветной. Ну, он там у меня оставалось. Просто моточек. Меньше даже моточка. И я связала бактусик лицевой гладью. Он весь такой переходящий. Его забрала дочь. Не могу. Я даже что-то его не сфотографировала. Отдала. Она приехала и обрадовалась приезду. Ну, и забыла даже сфотографировать. Вот так он смотрится, девчата. Очень тёплый. Не колкий. Цвет просто красавец. Посмотрите, какой благородный цвет. Вот так идёт центр. Вот закругление. Вот оно. Вот, вот, вот. Вот здесь кружочек. Вообще, очень лёгкий. Его даже на теле. Ну, просто не ощущаешь. Вот эти вещи, они никогда не выйдут из моды. Мне кажется, никогда. Потому что любого человека согревают и придают какую-то красоту. Да? Это вот, ну, шикарный, шикарный. То же самое, если не на шею, то вполне, вполне, девочки, можно вот так вот укрыться, накинуть на плечи. Опять же, какую-то красивую застёжечку сюда. Или же брошечку там, лёгкую, только лёгкую, тяжёлую, сюда нельзя. Потому что вещь сама очень-очень лёгкая. А какую-нибудь красивую булавку, вот это вполне подойдёт. И будет очень даже замечательно. Тепло. Вот пять минут простоите в ней. Сразу ощущается от этого изделия тепло. Ну, потому что козий пух и шест здесь. Ну, и последний, ещё один бактус. Этот прям я люблю цвет. Мой любимый бирюзовый цвет. Смотрите, он вот такой. Вот такой красавец. Очень красивый. Вот я вам сейчас покажу поближе. Вот изнаночная сторона. Вот видите, краешки. Вот они идут. Вот, 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 вот. И вот идёт, как бы, вот где переплетение. Я говорю, я две петельки на две переплетала. Но вообще желательно три на два переплетать. Или три на три. Чтобы было больше, как бы, вот этого переплетения. И здесь вот такой вот краешек. Вот он, видите? И вот он, закруглённый наш хвостик. Как показать? Вот, вот, вот он. Вот он идёт. Вот хвостик. Уголочек. Он у бактуса. Лёгкий. Девочки, лёгкий. Настолько лёгкий. Настолько он нежный. Смотрите, он как колышется. Вот тоже носить. Вот сейчас, в данную погоду, просто обалденный цвет. Вот он. Вот. Одел и пошёл. Всё. И так же можешь и нос укутать, и по глазам спрятаться. Если заметёт, то уже всё. Конечно, надо будет теплее одеваться, укрываться и не болеть. Вот. На этом всё, мои хорошие. Всё. Я под видео оставлю ссылочку на ярмарку мастеров. Я последнее вот видео, там, под всеми видео, есть ссылка на Дзен. Переходите туда, подписывайтесь. На ярмарку мастеров. И там указаны мои электронная почта, контакты и одноклассники. Ну, в контакте я редко бываю, в одноклассники я захожу гораздо чаще. Инстаграм, ну, там надо через VPN заходить. Я туда редко захожу, девочки. Если захожу, там какие-то фотографии выставлю просто. Но я не развиваю. В телеграммах там нигде меня нет. Поэтому, кому нравится мой канал, кто любит его смотреть, подписываемся дружненько на Яндекс Дзен. Переходим туда. Переходим туда. Это будет резервный канал. Пока на Ютубе определённости никакой нету. А вдруг закроют полностью Ютуб. Поэтому я вас всех-всех приглашаю или призываю. Подписываемся, друзья, на мой канал дружненько на Яндекс Дзен. И заходим, конечно, на ярмарку мастеров. В мой магазинчик. Я там на днях, буквально сегодня-завтра, дополню товар туда. Довяжу, доложу. Сфотографирую и добавлю. Там вся информация, из чего связано, сколько стоит. Поэтому, кому интересно, проходите и смотрите. Но на этом всё. Всем здоровья, мирного неба над головой. Всего самого-самого доброго. А с вами была ваша Татьяна. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»